Муравленко ТВ В здании детской поликлиники переделка в отделениях городской больницы продолжаются ремонтные работы. Завершатся они в декабре. Лучшая семейная династия и лауреаты номинации «Преодоление» живут в Муравленко. В округе подведены итоги ежегодной премии «Семья Ямала». В Муравленко семьям вынужденных переселенцев из Украины предложили принять участие в региональной программе по добровольному переселению соотечественников. В связи с пребыванием на Ямал лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, квота, отведенная автономному округу по программе переселения, увеличилась. Всего по нашему округу квота на этот год составляла около 170 человек. Сейчас она возросла еще на 80. Требования этой региональной программы более жесткие, чем у других регионов. Ее основные критерии – высшее образование и работа по специальности. В основном востребованы врачи, учителя и инженеры. Сегодня на миграционном учете в Ямал-Анинском округе состоят более 3000 граждан Украины этой категории. В пунктах временного размещения находится около 400 человек. Больше половины из них уже адаптировались к местным условиям. Дети посещают образовательные учреждения. Есть положительные примеры участия в региональной программе по добровольному переселению соотечественников. В Москве прошла Арктическая нефтегазовая неделя. На этот форум уже в четвертый раз съезжаются ученые, представители федеральной и региональных властей и нефтегазовых компаний, чтобы обменяться опытом работы в высоких широтах и самыми свежими данными исследований. В этот раз в конференции приняли участие больше 200 специалистов из России, Финляндии и Норвегии, рассказывает Денис Максимчук. Первый день конференции посвятили Ямалу. Это закономерно власти нефтегазовой компании в регионе наладили эффективное сотрудничество, при этом уделяя внимание экологии и традиционному образу жизни коренных народов. Роль арктического региона для будущего страны сложно переоценить. На данный момент основными трудностями его развития остаются климатические и связанные с ним транспортные проблемы. Первый день показывает, что точка зрения может быть разной. Не на запасы, не на перспективы, не на финансовые какие-то аспекты. Но мне кажется, в течение вот этих вот трех дней серьезных разговоров с большими классными специалистами, вот позиция Ямала как территории будущего освоения Африки, она только утвердится. Как пример такого освоения строительство на Ямале второго в России завода по переработке жиженого газа. По проекту порт Сабета будет отгружать 16,5 миллионов тонн СПГ в год. Отсюда сырье по Северному морскому пути планируют доставлять в Европу и в Азиатско-Техьянский регион. Кстати, уже в этом году грузооборот порта вырос в три раза и перевалил за 480 тысяч тонн. Этим летом внимание всего мира к Ямалу привлек еще один факт. На территории округа обнаружилась гигантская загадочная воронка. Первоначально были разные гипотезы, в том числе фантастические, включая метеориты и так далее. Но в данном случае метеоритами, я бы так сказал, даже не пахнет абсолютно. То есть все-таки это выбросы газа, которые мы поднимаем архивы, причем архивы в том числе и до вольенных и даже до революционных времен. И такие события, но не столь крупные, но они известны. Прогнозировать, где и когда в следующий раз произойдет выброс газа, помогут исследования всех обнаруженных на Ямале воронок и мониторинг сейсмоактивностей. Научные исследования в высоких широтах и подготовка специалистов, внедрение системы комплексной безопасности и влияние западных санкций на российскую нефтегазовую отрасль. Участники форума поделились пищей для размышлений, хватит на целый год. О новых выводах обещали сообщить уже на следующей архитической неделе. Форум объединил усилия представителей власти, бизнеса, науки по построению продуктивной стратегии и развитию нефтегазового потенциала арктических территорий. Денис Максимчук, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муралинка-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. К другим темам. На Ямале за последние три недели от укусов бродячих собак пострадали 8 человек. В одном случае все закончилось трагически. В селе Находка от нападения псов погибла одна из воспитанниц интерната. Насколько актуальна проблема бродячих животных для нашего города и кто занимается отловом безнадзорных четвероногих, узнавал Эрнест Бавшин. Наверняка многие муравленковцы хоть раз сталкивались со стаей бродячих собак. Кто-то после такой встречи отделался легким испугом, а кого-то они покусали. С начала года в городскую больницу с укусами бродячих собак обратилось 19 человек. Еще 11 пострадали от домашних питомцев. Я сталкиваюсь, у меня дочка живет на построителе улицы, там очень много бродячих собак. Они, может, с промзоны приходят. Знаете, она боится даже выходить. Она купила баллончик, это перцовый, потому что боится собак с ребенком в садик ходить. Ну, конечно, вот в нашем лесу сколько гулять идешь, сколько там бродячих собак ходят. Ну, правда, я в последнее время медведей боюсь, не хожу. А были такие времена, да, они пугают людей. Приходилось, ребенка моего летом покусала собачка. Ну, все благополучно закончилось? Да, за ногу укусила, благополучно все закончилось. То есть проблема в городе существует, да? Существует. Не глобально, скажем, но существует, да. Я бы сказал, что собак надо, видите, у нас как получается, за границей люди по-другому как-то живут, понимаете. Дело в том, что я в Германии служил, вот еще в тех времен, там есть специальное заведение, где собак держат, где их и кормят, и все. А у нас собаки бегают так бы с предела. Да, бывает кусаются, да, бывает нападают на детей. Вот. И я к этому, как-то вам скажу, отношусь не позитивно. С целью сокращения количества бродячих псов на улицах Муравленка их периодически отлавливают. Еще в мае управлением коммунального заказа с фирмой «Нордик» из Губкинского был заключен контракт на выполнение этих работ. За это время специалисты отловили 150 бездомных собак и 15 кошек. Сегодня принято решение о продлении договора. Переговоры состоялись положительные в плане того, что мы можем продлить с ними новый, заключить контракт на два месяца. Каждое бродячее животное обходится городскому бюджету в 3800 рублей. За эти деньги подрядчик отлавливает четвероногих, затем в течение пяти дней содержит их в специально оборудованных вольерах. На случай, если у собаки вдруг появится владелец. Мы выезжали неоднократно уже в Губкинский. Мы убеждались в этом, что содержание этих животных, которые отловлены в течение пяти суток, оно соответствует тем требованиям, которые мы прописали. То есть владелец собаки, которую по ошибке приняли за бродячую и отловили, может в течение пяти суток обратиться в управление коммунального заказа по телефону 431-96 и ему вернут пса. По этому же номеру можно сообщить о месте нахождения бродячих животных и заявка будет передана специалистам. Но не только от укусов собак страдают жители Муравленко. Так, по данным медиков, за текущий год в поликлинику обратились 18 человек с укусами кошек. Два муравленковца пострадали от грызунов и один от укуса лисицы. Случаев заражения бешенством не зарегистрировано. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Сотрудники налоговой службы приглашают горожан на день открытых дверей. Эта ежегодная акция пройдет в инспекции в предстоящую субботу 25 октября. В этот день налогоплательщики могут задать инспекторам любые вопросы, уточнить информацию о начислениях, имеющихся долгах по налогам и порядке применения льгот. Сотрудники налоговых органов помогут сориентироваться и в особенностях уплаты имущественного налога. Этот вопрос сейчас особенно актуален, так как 5 ноября истекает срок уплаты налогов на имущество за 2013 год. Конечно, можно будет тут же уточнить сведения об объекте. То есть, если есть неточность в налоговом уведомлении и есть основания, то есть документы, которые подтверждают эту неточность, возможно, будет произвести перерасчет налога сразу. Это два. Еще один момент, тут же можно будет проверить уплату налога. Если есть льготы какие-то у вас, их можно будет заявить с тем, чтобы не насчитывался налог и не насчитывалась пеня после наступления срока уплаты. В этот же день в холле инспекции налогоплательщики могут получить доступ к интернет-сайту Федеральной налоговой службы России для обращения к онлайн-сервисам службы. А все желающие смогут оформить доступ в личный кабинет налогоплательщика. Этот сервис просто в обращении предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги о наличии переплаты и задолженности по налогам. Двери налоговой инспекции будут открыты с 9 утра до 6 часов вечера. Продолжаем выпуск. В регионе подведены итоги ежегодной премии «Семья Ямала». Напомню, она была учреждена в 2014 году с целью повышения эффективности реализации семейной и демографической политики, укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей, а также позитивного опыта семейного воспитания и преемственности поколений. Конкурсная комиссия выявила победителей в пяти номинациях. В итоге семья Ким из Муравленко стала лучшей династией, а Третьяковы – лауреаты номинации «Преодоление». Все подробности в следующем сюжете. На соискание премии в окружной департамент социальной защиты населения поступило 38 заявок. Муравленко представляли три семьи в различных номинациях. Специально созданная комиссия лучших определила сначала на уровне муниципалитета. Семьи должны иметь большие заслуги в научной, творческой, общественной деятельности либо по иному какому-то направлению и достойно исполнять родительский долг. Для участия в конкурсе семьи предъявляют определенный пакет документов. Каждую семью на соискание премии предлагали организации и предприятия города. Самовыдвижение не допускалось. Коллектив первой школы предложил на премию семья Ямала Третьяковых – людей с активной жизненной позицией. В семье трое детей. Несколько лет назад они потеряли самого дорогого человека – отца. С того момента Третьяковы учились переживать трудности. На премии «Семья Ямала» они победили в номинации «Преодоление». Когда ты остаешься один на один с проблемой, ее надо как-то преодолевать. И вот эта программа позволила, наверное, в какой-то мере осознать то, что происходит. Посмотреть на свою уже собственную трудную ситуацию с другой стороны. Очередная победа – стимул к активной жизни. Они участники многих городских фестивалей и конкурсов. Были, есть и будут. Конечно, в определенный момент семейное горе немного сломило их. Сегодня открылось второе дыхание. Третьяковы идут к новым целям. Теперь детей этому учит мама. Никогда не сдаваться, идти к своей цели. Если ты хочешь добиться какой-то цели, то нужно как-то стремиться. И это все вместе связано. То есть, если ты хочешь добиться какой-то цели, то нужно быть активным. Еще одна муравленковская семья врачей Ким победила в номинации «Семейная династия». Каждый лауреат премии, а их в округе всего пять, получит диплом и сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Торжественная церемония вручения премии «Семья Ямала» состоится в Муравленко в конце ноября. Светлана Грачева, Андрей Нагибинц, для радиокомпания «Муравленко ТВ». В отделениях Муравленковской городской больницы продолжаются ремонтные работы. В скором времени преобразится здание детской поликлиники. Специалисты производят капитальный ремонт фасада. Подрядная организация приступила к работе более месяца назад. Учреждение снаружи полностью обшивается минеральной ватой и изоспаном. Затем все это закрывают металлическими кассетами. Заказчик дирекции капитального строительства инвестиций ЕНАО выиграл у нас торги ИП «Мотивасян». Вот они работают. Начали работать 8.09. по договору. По договору заканчивается 22.12.14 года. Так что время у них еще есть. Работники городской больницы надеются, после ремонта в здании станет теплее. Добавлю, что аналогичные работы ведутся в здании родильного отделения. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». В федеральном законе о воинской обязанности и военной службе появились изменения. Так, у человека с высшим образованием теперь есть на выбор два варианта прохождения службы. Он может заключить контракт на пару лет или уйти в армию на один год срочной службы. Эти и другие актуальные вопросы, связанные с призывной кампанией, озвучили на пресс-конференции в Муравленковском военкомате. Подробнее на первой странице издания. 26 октября – день работников автомобильного транспорта. Сегодня эта профессия перестала быть исключительно мужской. Хотя некоторые люди еще искренне удивляются, когда видят за рулем женщин. Еще большее изумление вызывают автоледи, работающие в качестве профессиональных водителей. К их числу относится и Эльмира Дворецкая, водитель одного из банков нашего города. Подробнее об этом читайте на пятой странице номера. Сегодня в нашем городе на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 43 неблагополучные семьи. Основная причина постановки на учет – злоупотребление родителями спиртными напитками. Безусловно, эти семьи находятся в социально опасном положении и в первую очередь страдают от этого дети. Чтобы защитить их права и интересы, уберечь от горя родителей, на уровне государства предпринимаются все меры. Одним из таких действенных методов являются рейды, в ходе которых специалисты различных структур проверяют условия проживания несовершеннолетних, проводят профилактические беседы с родителями и при необходимости оказывают им помощь. В одном из таких мероприятий побывала и корреспондент газеты Анастасия Пономарева. Это были лишь выдержки издания. Подробности читайте в 43 номере газеты «Наш город» до 23 октября. А на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам доброго и хорошего настроения. Субтитры предоставил DimaTorzok